На 12 часов дня 25 января в ЦИКе Республики было зарегистрировано 74 инициативные группы и одна политическая партия – Айнар. По закону после регистрации каждая партия должна провести съезд, в ходе которого и утверждается список партийных кандидатов. Инициативной же группе для регистрации необходимо 250 подписей избирателей. Однако, как самовыдвиженцы, так и партийцы обязаны предоставить в ЦИК справки из ряда учреждений. Наркологические и психиатрические диспансеры в перечне необходимых документов появились не так давно. Не состоит на учете, не обращался, не доставлялся. Дается направление в нашу лабораторию, где уже в обязательном порядке кандидат в депутаты проходит тестирование на наркотики. Это процедура обязательная. Да, ну, как бы, были моменты, когда ты замечаешь, что немножко такое, ну, недовольство вызывает сама процедура, вот, тачи мочи. Но, тем не менее, ни один из кандидатов не отказался от этого. Просто чуть-чуть иногда мы бываем вот в неловкой ситуации, из-за того, что мы знаем, да, что этот человек совершенно трезвый, и все равно он должен пройти эту процедуру. Никаких исключений быть не может. Во избежание кривотолков через лабораторию проходит каждый кандидат. Исследование выявляет самые распространенные инъекционные наркотики. И не только. Это метадон, потом группа опиат, это на морфин, героин, на марихуану, на амфетамины и метамфетамины. У нас еще есть тесты и на кокаин, и на бупринорфин, но это уже индивидуально. Более распространенные наркотики все-таки это метадон и марихуана, и именно на их выход из организма нужно длительное время. Это 20 дней более. Главврач наркологического диспансера признается, введение этого фильтра для кандидатов она считает важным. Как врач-нарколог я отношусь лояльно к людям больным. Но в то же время я понимаю, что если человек болен этой болезнью, и он не находится в ремиссии, то есть он активно употребляет, то естественно он не может занимать такую должность. И чтобы от него зависели такие серьезные решения, принимались законы. Когда человек болен, нельзя, конечно. Тем более, что это заболевание, оно психическое. Соответствующие поправки выборное законодательство приняты 12 декабря 2016 года. На основании четвертой части второй статьи и ведут свою работу специалисты наркологического и психиатрического диспансеров. Так, в последнем приказам Минздрава была сформирована специальная комиссия, состоящая из четырех психиатров и двух психологов. Мы осматриваем всех кандидатов в депутаты на предмет наличия или отсутствия у них хронических и затяжных психических расстройств. Осмотр проходит, ну, как обычное освидетельство непсихиатрическое, то есть никаких каких-то особенностей не предусмотрено. Психологи, которые находятся в составе комиссии, они проводят экспериментально-психологическое исследование, более углубленное, используя различные тесты. В пользе данной меры Ирина Аннуа, как и ее коллега из наркологического диспансера, не сомневается. Ведь проверяют кандидатов именно на хронические и затяжные заболевания. Если человек полностью излечился или вовсе просто пережил стресс, он может продолжать политическую деятельность. Безусловно. В парламенте должны работать психически здоровые люди, которые не страдают психическими заболеваниями. Помимо обхода этих двух медицинских учреждений, кандидаты в депутаты должны получить справку из информационного центра МВД об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, а также из Верховного суда о собственной дееспособности. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты продлится до 10 февраля. Куагуха, Абаза ТВ